Привет, друзья! С Новым Годом! С Рождеством Христовым! Желаю вам всего хорошего, здоровичка, денежек, чтобы пчелки у всех водились и метку было побольше. Перед Новым Годом получил я под елочку вот такой подарочек. И вот это как бы решил показать, потому что обещал показать этот станочек. Станок для распечатки пчелиных рамок, медовых рамок. Это сделал Юрий Михайлович Гуслий, кооператив ПАВИК. Для меня такой станочек. Это экспериментальный такой, пилотный станочек. Я его просил сделать для меня уже давно, потому что у меня рамки без разделителей Гоффмана. И у него в принципе есть станок с двумя клинами вертикальными. Но там он мне не подходил, так как у меня без разделителей. А разделителей там играет роль как бы отбойников или держателей рамки, как правильно вести. То вот Юрий Михайлович сделал мне вот такой станочек. Прислал его мне под Новый Год как раз, под елочку. Такой удачный подарок. Все сделано классно, так как я и предполагал, и как мне хотелось. Этот станочек ставится на распечатывающий стол. Ну или стол, у кого что есть. И здесь вот такая конструкция. Здесь входят два клина. Два клина входят вертикально вверх-вниз. Вот такая как бы процедура. Вставляется сюда рамка. Юрий Михайлович сделал, что здесь можно. Вот сейчас стоит под рамку 300. Потом есть отверстие, я сейчас покажу. Под 230-ю рамку, под 145-ю рамку. Рамка вставляется сюда стационарно. Она стоит неподвижно в вертикальном положении. И когда мы вставляем рамочку, мы просто опускаем два клина вниз, и рамка распечатана. Я уже все посмотрел. Это как бы, я уже говорил, экспериментальный вариант. Я уже все посмотрел. То, что как бы, что тут можно доработать, что не доработать. В принципе, все должно здесь работать, ну, в теории. Работать безукоризненно, за исключением только. То есть, проблема может быть только в раздутости рамки. Чем толще рамка, тем станок будет работать. Ну, в моем варианте, я, это то, что я хотел, я, в принципе, и получил. Рамки у меня, по сути, нормальные. То есть, если где-то не дотянутые, буду распечатывать, опять же же, электрическим ножом гуслья. У меня есть их несколько. И буду распечатывать то, что не обрешет вот эту рамку. Из того, что скажу быстро. Все сделано с нержавейки, за исключением болтов тут, а не с оцинковки. И вот отбойники для грузиков. Тут есть грузики, чтобы ножи ходили вверх-вниз. То есть, опустили вниз, опустили вот так вниз. И чтобы отпустили сам ножи, ножи подымались вверх. Для этого, как бы, тут стоят натяжители. И они будут подымать вверх-вниз ножи. В принципе, все плавает, все хорошо. Легенько, спокойненько. Как я говорил, все с нержавейки, за исключением не пищевая нержавейка на отбойниках. И, как бы, все. Ну, тут ролики у нас стоят. Колесики, как бы, Юрий Михайлович мне говорил, как бы, то, что у них попалось под руку. В принципе, это для экспериментального варианта. То есть, все подходит. Ножи стоят хорошо, уверенно, не ходят туда-сюда. И их можно регулировать по рамке. Раздвигать-сдвигать, ну, под свою рамку. Тут есть болты, я сейчас покажу. Ну, в принципе, вот такая. Вот такой станочек. Вот он. Вставляем рамку вниз. Рамка распечатывается, и за брус падает весь у нас в бомбер. Вот такой станочек. Ножи тут. Вот два ножа, два клина. Не знаю, как их правильно отсюда показать. Или отсюда. Два клина стоит. Это углеродистая сталь. Юрий Михайлович мне говорил, тут нагревательные элементы стоят. 120-150 Вт. Ну, вроде бы, 150 Вт. Но там что-то может быть, Ватты чуть-чуть гулять. А так на 150 Вт каждый нож. То есть, они греть должны будут хорошо. Вот эти отбойники, грузики. Я сюда, как бы, надел просто резиночки, потому что, ну, чуть-чуть в этом плане у нас получается, грузик, вот этот натяжитель, он трется об металл, об нержейку, и создается, ну, такой шум, шелох, железо по железу. То я надел резиночки, и оно, как бы, тише стало. Вот ролики, сам принцип. Вот мы поднимаем вниз, опускаем вниз. Вот эти ножи, они сводятся, раздвигаются, сдвигаются с помощью болтов. Их можно тут подрегулировать полностью по своей рамке. Так как надо, так их подрегулировать. И провода. В принципе, вот это такой станок. Юрий Михайлович мне еще прислал к нему блок питания. Он сделал блок питания, подсоединяются провода. Одно надо будет потом, когда я на пасеку его повезу, провода эти, или, ну, подвязать, или пружинки надо будет сделать, чтобы они поднимались, опускались вместе с вот этим клином. Вот так все это обстоит дела. Оп, и обрезали. Вот. Здесь вставляется рамка. Вот здесь. Это сейчас стоит под трехсотую рамку. Вот есть дырочки, где можно переставлять двести тридцатая, сто сорок пятая. Сюда вставляется рамка. Эксцентриками оно закрывается двумя. И... И опускается клин. Опустили, обрезали. Вот такой распечатывающий станочек. Спасибо Юрию Михайловичу. Кому будет интересно, в принципе, я оставлю координаты производителя в описании и будет в ролике. Всем спасибо за внимание. Вот такой станочек мне сделал Юрий Михайлович. Спасибо ему большое. Вам спасибо за просмотр, комментарии. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Всем с Новым годом и Рождеством. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...